Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ну вот мы сегодня опять каждый день, теперь будет такая вот тема. Номер 4. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 16 декабря 2015 года. Ну вот, в воскресенье Колесниковы зашли, Николай и Анна, и предложили такую рубрику открыть. И правда. Спаси Христос. Ну, сам бы начал делать, а опять бы сказали себя восхваляя, что другое. Что говорят люди, что пишут. Ну, это попеременно. А то один день у меня Никита считает вот сегодня, а то Володя. Вот. Тут сегодня ночь у меня была, ночь бдения. Я расскажу, потом тут будет. Не пришлось даже ложиться-то толком. Вот. Что пишут? Главное, это на канале для меня. Видеоканал наш. Где он? И не канал. Форум. Форум. И кто желает ответы какие-то дать, вопросы задать, заходите на наш форум. По-русски вот так вот. Вот посмотрите. Православный форум. Вот оно где. Просто зарядите и в Яндексе, и в Гугл, и оно и вытащит. Вот. Если кто-то чего-то, ну, не знает где еще, еще сразу покажу. У нас все ресурсы очень тяжеловесные. Вот я сейчас открываю наш сайт показать. Сайт необычный. Там в нем слова несовместимы. Оно не открывается, потому что у меня одновременно закачка идет здесь вот. И очень медленно идет. Вот закачиваю сейчас. 52 только. Еще так медленно. Ну, видимо, такая система. Плохо. Вот. Ну, вот еще не получилось. Она закрыла ее. Ладно. Вот. Теперь, значит, нужно войти. Вот тут у нас вчера мы дошли вот до этого момента. Заходите на форум. Пишите на форуме. Вопросы задавайте. Писать мне, отвечать времени просто нет. А вот так оказалось для меня легче. Вот. Считай. Вопрос задает. Что-то раздет. То ли из бани вышел. Непонятно. Или дорога его раздели где-то. Денис Овчинников. Здравствуйте. Меня давно мучает вопрос. Зачем Бог создал глистов? Какой у них толк? Они же только людям вредят. И больше ничего. Недавно еще мне попалось высказывание известного английского актера Стивена Фрая. Он задает, в принципе, тот же вопрос. Только про насекомых. Что родился и у меня в голове. Цитирую. Да, мир прекрасен. Но в нем также есть такие насекомые, жизненный цикл которых состоит в том, чтобы забраться маленьким детям в глаза, ослепить их. Они их глаза выедают. Это как? Зачем? Зачем так с нами обращаться? Можно ведь было создать мир, в котором этого нет. Это просто неприемлемо. Так что понимаете, атеизм это не только и не столько вера в то, что Бога нет, а размышления над вопросом. Даже если он существует. Что это за Бог такой? Я задавал эти вопросы священникам, но разумительных ответов не получил. Ответы были глупые, прямо скажем. Вот видите, как можно понимать. Я не знаю, что священники говорили, как, но я определенно могу сказать, отвечали не по Святой Библии. Вот это абсолютно точно. Никогда не отвечает. Ни Смирнов, никто. Единственный, кто отвечает всегда по Библии, точно отвечает. Это Олег Стеняев. Почему? Ну, его просто спросить надо, почему. Он лучше ответит. Он приезжал, у нас был по Теряевке. Был. Мы с ним ездили в поезде. Потом он был в Москве в больнице, я его посещал там. Он встречался с сектантами. То есть он лучше ответит. Вот. Это вчерашняя, которая почта пришла. Ну, ночью где-то. Ну, сейчас где-то ответ тут будет. Сейчас пока мы прочитаем вопросы, потому что мне дергать, тогда не найти. И вот человек зашел. Вот он. Кто? Кто он такой? Александр Лицких, Уфа. Дальше. Доброго здоровья. Интересное мнение Игнатия Тихоновича об Острожской Библии, а также Елизаветцоградском Евангелии. Чем синодальный перевод лучше, кроме авторитета переводчиков, или какие несоответствия и расхождения есть в одних и в других. Также недавно затрагивалась его беседа в ролике «Тема лета исчисления». Что-то, если не ошибаюсь, о том, что на самом деле сейчас 2019 год от Рождества Христова. Еще раз подробнее объяснить, откуда эта информация. Отношение к реформе Петра I, приказавшего прожить 8 лет еще раз. Что бы прокомментировали по прикрепленным здесь роликам Германа Стерлигова. Заранее просил бы не касаться оценки действий Стерлигова в других сферах. То есть без обвинения его в правовстве и другое. Все-таки надо более подробно изучить вопрос. И что он сам говорит о своем прошлом. И как относиться сейчас. Спаси Христос. Ну вот он мне поставил 3 ролика Германа Стерлигова. Но сначала про Глистов. Видимо, дальше тут где-то ответ уже будет. Про Глистов, да? Да. Ну считай. Ответ. Ответ. Из глупых я самый глупый. Если ответ из Святой Библии кажется глупым. Бытие 1.31. И увидел Бог все, что Он создал. И вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Вот я ему ответ даю. Если он говорит, священники ответили глупо, а ко мне идет, то мой ответ еще более глупый будет. У меня нет духовного образования. Но знание Библии ответ уже делает не глупым. А почему Глисты, Машкара выедают где-то? Почему у нас не выедают? Ни у кого. У нашей матери 12 детей было. 12. Она мать-героиня у нас. 10 живых детей было. Написано, Бог сотворил хорошо, а человек все это хорошее куда превратил? Пошел слушать дьявола. Ева стала дьяволом, больше верить, чем Богу. Адам потянулся туда, и в Адам, и все умирают. И вся тварь ополчилась против человека. Потому что все, что Бог сотворил... Глисты, они были не здесь, они, видимо, в земле были или где-то. Все против человека. Колорадский жух неси, да, медведица лежала рядом с теленком. Да у ней зубы-то такие, чтобы она не может траву жевать. Значит, и зубы были другие. Бог силен все это переделать. Грех. И вот, когда мы это понимаем, тогда все стоит на месте. Все сотворил хорошо. Это на первом месте. 18-й Псалом говорит, небеса проповедуют славу Божию. О делах рук его вещает тверь. Она говорит, все хорошо. Бог говорит, хорошо, а человек говорит, плохо. Кому нужно верить. Вот с этой позиции, когда смотришь, что грех все исказил, все стало на место. Больше отвечать на это нечего совершенно. Неверующим это не объяснишь. Дальше что? Какой вопрос был? Летоисчисление Германии Стерлигове. Вот. Ну, летоисчисление. Откуда такое? Я, правда, говорил об этом. Дело в том, что, как говорят, нонсенс даже. Проходит 300 лет, 400 лет после Женства Христова. А летоисчисление идет от деклетиана. Там, с какой-то даты, с какого-то декрета его. Ну, явно, что что-то не то у нас. Ну, и далее расчет Пасхали. Главное, это праздник Пасха. В какие дни, а там система такая существует, нужно знать, чтобы весеннее равноденствие, день равен ночи. После него первое условие. Второе. После него первое полнолуние, как бы, 14-го Ниссана. По-еврейски, авив месяц. И после этого Христа, когда распяли, до воскресения было три дня, его распяли, значит, на третий день воскрес. И чтобы в первое воскресенье, видите, четыре условия. И Пасха, поэтому она плавает где. Потому что был лунный календарь, а перевели его на Юлиановский. А теперь вот в Восточной церкви Григорианский. Русские никак не хотят понять церковники-то. Держатся за старый календарь-то. Правильно, конечно, правильно. На этот новый календарь надо давно перевозить было. И православная церковь, старого календаря-то, может быть, три, только автокефальные церкви держатся. Ну, упрямство одно, больше ничего нет. И вот здесь. И он стал рассчитывать, как вот таблица Менделеева. Он считает, какой удельный вес, то другое. И видит, тут ничего нет. Он сказал, вот здесь должны быть элементы. Он систему нашел. И Бог творил щетко. Вот оно должно быть здесь. А где нет у них? Такого металла нет. Наконец-то этот металл после его смерти находят с таким удельным весом. Некоторые материалы, ну, я говорю из чужих слов, нашли только на Луне, в образцах. А он составил таблицу Менделеева. Все нормально у него. Это чудо было. Это Нобелевская премия. Но некоторые не заняты ячейки. Он говорит, что-то должно быть, не знаем. Вот когда люди постигают это, Божьи творения видят, как хорошо все. И он заметил, 532 года, 532 высчитал, дальше стал считать, смотрит. Все полностью совпадает. Третий начал и третий. И он понял цикл, цикличность, 532 года. Почему не знает? Дионисий Малый, монах, грамотный. Ну, и он закладную, видимо, сделал в свой сенот. Тогда и говорит, с чем-то это связано. И кому-то пришла мысль. А может быть, это знак свыше, что Рождество Христово было 532 года. Вообще не знали Рождество Христово. Нужно сказать, что Рождество Христово-то не справляло первая апостольская церковь. Вот, то есть она, наоборот, сказать, справляла, а крещение справляло. Они вместе соединенные были эти. Рождество вообще не знали. Нигде. Его только Иоанн Златоуст установил. И то с такими большими натяжками, что вот Захария был первосвященник. Ниоткуда это неизвестно. Ну, если Писание знаешь, тогда ты будешь думать, откуда Иоанн Златоуст взял, не знаю. Теперь он там был, а когда он входил во святая святых, это известно. Дата одна появляется. И он от этой даты исходит. Он пришел домой, и в эту же ночь он должен был быть спать с телесоветой, и в эту же ночь она должна была зачать. Ну, тут-то явно, что натяжка. Откуда это известно? Ну, а зачала, когда родилась, теперь 9 месяцев она считала рождение. А Христос, значит, 6 месяцев. Теперь рассчитали еще 6. Получается, по 25 декабря или 7 января по новому стилю. Ну, видно, что тут даже не натяжки, а ничего брал он. Но ничего вообще-то у него и не было. И вот 532 года решили с этого года отстегнуть туда назад. И первый год. Сейчас 532-й, следующий 533-й. А Дионисий Малый, ну, ему что там дали? Может, награду какую? К слову сказать, я считал, во времена Алексея Михайловича еще было, был специальный человек, который смотрел за календарем. И он приходил к царю и говорил, сегодня день прибавился на воробьиный шажок, на одну минуту. Как-то там высчитывали по-своему где-то. Ему чарку вина и что-то-то еще какой-то подарок. Но вот он летом, когда летнее солнцестояние, солнце пошло на убыль, он должен был приходить и говорить, день пошел на убыль. А одну ему плеть. И кажется, день ему ареста или еще что-то. То есть закон выполнялся. Вот. Его награждали. А за что он сам не знал? От него это не зависит. Это к слову сказать. И вот так и идет, посчитали, идет сегодня, 2015 год. Но новые археологические открытия, новые надписи показали, что первая была перепись в правлении Квериния Сирии, у евангелиста Луки написано это. Была она перепись. Нашли это написанное. И для чего это нужно? Какие запасы в каких городах для римского гарнизона нужно было делать-то? А и нашли, что Ирод умер за 4 года до Христа. Но он не мог умереть за 4 года-то. Явно, что Ирод гнал Христа. Но за 4 года никак. И поэтому 4 года поняли, что Дионисий монах, что это взято было произвольно, а 4 года ошибка там была. Вот это небольшая ошибка на тысячу лет-то. И тогда сегодня идет 2004, 2019 год. И то, если считать, что Ирод умер в том же году. Но это не доказано, так решили считать. Вот откуда это я говорю. Дальше. О Стерлигове говорить? Ну, о Стерлигове я не могу говорить. У меня много сказано на форуме. Зарядите на форуме. На форуме. И вот. Кто он такой? У меня одно имя. Он говорит. А говорить о нем, вот это, что он там написал, где, ставит условия, не говорить. Ведь оно все связано. Условия, чтобы соблюсти, я ничего не могу говорить. У меня для него, а есть для него название одно. Разрушитель. Из-за чего? Он объявляет всю московскую патриархию в ереси. Спасения там никакого нет. Все архиереи, патриархи, еретики. Все, все до одного еретики. Старообрядцы еретики. Зарубежная церковь еретики. Все автокефальные церкви еретики. Ну, не говоря про католика. Все еретики. А он знает истину, но не говорит. То есть он ничего не знает. Я не говорю, каким образом богатство нажил. Это уже все сказано. Какое и что. В один день богатыми не делается. Никогда в мире. Только если горшок нашел с золотом. Не было этого. Вот и все. Главное, что Библия переведена неправильно. А вот теперь надо смотреть туда-то. То есть он бьет самое главное. То есть ни один безбожник, атеист этого даже может не сказать. Какие-то моменты бывают. Вот это все на разрушение ведет. Давайте Библии нет. Веры православной нет. И дальше что? И он про сектантов и не говорит. Хотя Антоний великий. Везде, как пчела, перелетая со светка на светок, ото всех брал полезное. Слава Иисусу Христу! Повторяю, это 7-5 секунд не включается телефон. Это платный. И сестра, старшая сестра у нас, она звонит. И я успеваю сказать ей, и она вовеки слава и положили. То есть она проверяет, как у нас дела идут. Вот Герман Стерлигов. Мультимиллионер, миллиардер там какой-то. В конце концов пришлось заколачивать окна и бежать. Бежать-то не от угрозы, какая ему есть. Он будет бегать до конца своей жизни. Это Библия говорит. Человек, на котором то-то и то-то, проливший кровь или что-то, на нем, а ему как раз такое в обвинение ставит. Будет бегать до смерти, не успокоиться. И он отметает, астрожская Библия, астрожскую Библию, как проверять? Правильно она, неправильно. Это надо сверху делать специалисту. Только с русской Библией можно сравнивать. Кто ее переводил? Покажите переводчиков, назовите. Только приблизительно кто-то может сказать. Дальше он называет Евангелие. Какое там Евангелие он говорит? Или Советградское, что ли, это? Кто переводчик? Кто? На каком языке? Я его не знаю, или Советградское. Ну, астрожская, это другое дело. А синодальный перевод? Четыре духовные академии переводили. Четыре духовные академии. Почитайте, сколько лет. В синоде было три присутствия их дня, и один день посвящался переводу Библии. К переводчикам относятся самые великие переводчики, как Павский, Герасим Петрович, составлявший учебники для еврейских школ, воспитатель царских детей, преподаватель духовной академии, переводчик Ветхого Завета. Макари, архимандрит алтайский, глухарев, трудившийся среди этих аэротов, ну, там, алтайцы где. И какие дальше? Хвольсон, Давид Авраамович, природный еврей, принявший православие, там, доктор Лейпциевского университета и прочее. Лавягин, посчитайте, кто? Филарет, канонизированный митрополит. Два уже канонизированные из них даже, хотя я и против канонизации. То есть, перевод русский сенадальный не имеет никакого сравнения, даже не идет, какие делают новые переводы, тем более, какая на славянском языке. Вот почему так я говорю. Дальше. Это все в этом? Да. Тут что? Сообщение из группы МСЦ и ХБ, консервативные христиане. Вот. Ну, тут что говорят обо мне, начни считать. Слава Фролов. Насколько я узнаю, то на видео Игнатия Лапкин, и если я не ошибаюсь, то его традиционные православные не жалуют. Он то ли старообрядец, то ли раскольник, но в любом случае фигура довольно забавная. Странно, что именно православная христианка выложила это видео, где дискуссию ведут баптисты и старовер, которого РПЦшники не жалуют. Шеломо Кропф. Слава, он не старовер, он священник-миссионер РПЦЗ. Мне это напоминает, как дети, у которых зубы выпадают, и вот они сидят перед новогодней елкой, а тот, надо сказать, что, а шишки высоко, а фывки высоко. Он говорит, не фывки, а тывки. А третий, не тывки, а сиськи. Ну, не выговаривает никак. Один говорит неправильно, второй тоже неправильно. Я не священник. Уже ошибся. Фролов. Шеломо. На его странице ВКонтакте написано, что он антиправославный антимиссионер. Это чей-то отзыв. Поэтому я и удивился, как православная христианка выложила видео, где мирно беседуют баптисты и антиправославный антимиссионер. Анти, анти, то есть они не знают. Ну, а я его не знаю, ни фотографий, ничего нет. Дальше. Шеломо Кропф. Слава. Кураев его назвал, например, самым крутым современным миссионером. Я лично говорил с Игнатием и немного узнал, как и что. Он принадлежит к РПЦЗ, где З означает «заграницей». Историю их можно прочесть хотя бы в Википедии. Московский патриархат долго считал РПЦЗ раскольниками, а теперь они помирились. Но то, что его гонят православные МП, это да. Он рассказывал сам. И МП сам нелестно отзывался. Вот уже более подробно. Дальше. Игорь Христианин. Игорь Христианин. Слава. Игнатий Лапкин интересная личность. Например, он утверждает, что самое большое зло в православии – это их священники. Православных он называет не крещенными, а мочеными. То есть они не крещены по вере. Монашество принесло большее зло, чем все коммунисты, фашисты, масоны и так далее. Вместе взятые. Утверждает, что учения баптистов ничем не отличаются от учений РПЦЗ, кроме апостольской преемственности. Есть противоречие. Говорит, что рождение свыше он обрел в баптистской церкви. Но баптистов церковью не считают, так как они не имеют преемственности. А значит и спасение в баптизме невозможно. Тут мне непонятно. Сам же уверяет, что спасение обрел в баптизме. Но в баптизме спасение невозможно, так как нет преемственности. Вот такая чехарда. А чехарда-то в голове у этого, кто говорит-то. Нигде он этого не считал. Я сказал, что я там получил Библию. Библию. У баптистов получил. Ни одного дня баптиста не было. Как я мог быть у них-то? Вообще не знаю. Вот этот самый заковыку взяли, теперь дальше он берет. Ну возьми, для слова Божия нет уз. Там моя биография написана. Где я был? Я с измальства, от грудей матери, в православии нахожусь. Дальше. Шламокров. Игорь, у пятидесятников. Вот под друг друга они подправляют. Фывки, систки, как шишки-то сказать правильно, не могут. Слава. Игорь, моченый православный, надо сказать, что полугорячих баталий даже я себе не позволяю такие вольности. Юлия. Игорь, Игнатий Лапкин получил Библию у пятидесятников. О, наконец-то правда пришла. Библию получил. А родился в старообрядческой беспоповской семье. Абсолютно правильно. То есть с детства слышал о Боге, знал молитвы, знал об Аде, но не знал о том, что Христос его спаситель, не слышал живого Слова Божия. Дальше он рассуждал так. Приведу цитат из его книги для Слова Божия нет уз. Как найти истину, чтобы вместо пастыря не пойти за волком? Вот это каждый подумайте. Проверьте. Это Ян Златоус говорит. Избирай пастыря, не избери волка. Проверь только по Библии. А у многих сколько? Это уже процент огромный просто. Будет именно наоборот. Где все же лучше спасаться? Где надежнее? Тысячи сект. Остановился на Матфея 28-20. И сея с вами во все дни до скончания века. Христос сказал, значит это так и есть. Это мои рассуждения, она говорит. Неоспоримо, что он во все дни будет с теми, кто верен ему, то есть церковью. Но ведь все себя нарицают церковью. Где же он? Где же он? То есть она берет из книги и прямо цитирует мои слова. Посмотрел на стол, на клеенку с клеточками и подумал, что каждая клеточка это секта. Если во все дни, то и в наши дни. И где-то в одной из этих клеточек истина. Но где? Не обещал же он тогда, что будет со всеми, кто придет во имя его. Решил так, буду идти до сокращения поиска. Оказывается, что уже более 6 тысяч сект существует на земле. То есть это в 62 году было. Сегодня насчитывают около 20, что ли, одной тысячи, даже не поймешь сколько. А в 1923 году было 300, а в 13-х 130. И так все уменьшается в количестве толков, течений, наименований. Как главное, конфессии, динаминации. Никаких слов этих не надо говорить. Есть церковь, есть ересь. Вот только так. Мыслить надо фразами, библейскими категориями. Дальше. Вот год 303 от Рождества Христова. Этих сект и в помине нет. Какие же были тогда? Если и были какие, то они отмерли. О них и речь вести не надо. Если бы с ними был Христос, то они тоже были бы до скончания века. И вижу, как из мрака веков встает одна чудесная, непобедимая, несвязанная с государственностью, гонимая, окровавленная, черна, но красива, багряна, но прекрасна. Вот она, одна единственная, неподражаемая. Где остальные? Они сошли с арены боев. Дошли до исходного пункта. И здесь стал главный стих. Еремея 6,16. Чтобы не случилось то, что сказано в последней части стиха этого, решил остановиться, рассмотреть, расспросить, как же веровали тогда, как понимали Слово Божие, как толковали. Кому интересно, можете дальше почитать. Дальше вот она говорит, кисти не один, народу руд, значит, ну и вот дальше, автобиография. Дальше она поясняет. Моченые. Это не все православные, а те, кого неправильно крестили краплением, мочением, затылкой и тому подобное. Это обман. Допускается крещение обливанием только в случае болезни, в тюрьме и в пустынном месте, где очень мало воды. Вы, баптисты, в советское время ни одного человека не крестили иным способом, как в воде. Несмотря на то, что вас гнали, сажали в тюрьмы, а наши православные священники, не все, они рожденные свыше, занимались обманом людей. Не было ни научения, ни крещения. Мы об этом сожалеем, скорбим. О монашестве Игнатий Лапкин за монашество, чтобы быть одному и идти по миру в свидетельствовать о Христе. Монахи не проповедовали Слово Божие, как заповедовал им Христос, а заперлись за монастырскими стенами и молчали. Посмотрите еще видеозапись беседы Игнатия Лапкина с баптисткой в июле 2015 года. Так, теперь этот Шломо. Июле. Лапкин говорит, Лютер был обычным монахом, даже священником не был, а протестанты лгут. Лютер был священником, профессором богословия и смотрителем 11 монастырей. Сейчас не каменный век, и биографию его можно прочесть в интернете. А не обычным монахом. Так что Лапкин как раз таки лжет, чтобы ввести в заблуждение женщину-баптистку. На этом фоне хотелось бы сказать администрации группы. Не думали ли вы, что все эти попущения в группе по проповеди святого православия могут привести к плачевным результатам? Например, зная в одной баптистской группе, эти же люди православные пение выставляли, в группу к себе приглашали. Итог. Девушка, два года бывшей членом ЕХБ, стала православной, пошла чтить мощи. Вот, теперь он говорит о Мартини Лютере. Ну ладно, что монах был, а он говорит, был священник. Ну больше того, не был епископ. Даже был бы священник. Что, тут умер, ничего нет. Ну как ему верить, когда перед Богом давал обещание монахам быть и женился, шесть детей нажил и взял монашку-то? Это-то, в какие ворота затащите-то? Или его обретенный нынный туалет, ищите, как Андрей Кураев говорит, объявили, нашли туалет его. Но еще вся туалетная мысль туда вошла. Ну он кого мог положить-то? Больше благословляется меньшим. Не было этого. Значит, не был он епископом. И священником не был. А если был, ничего не меняется. Шлому продолжает. Игорь, хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на Бога. И дальше. Игорь, христианин. Не знаю, считайте все. Смотри, как много всего. Ну то есть зайдите и посмотрите. Так, без чтения. Сфотографируй. Как-то проведи. А то мы сегодня ничего не успеем. Продернуть. Потому что, если считать, время прошло. Не считать, а вы только хорошее про себя считаете. Ну, понимаете, никак нельзя. Дальше. Александр Майданников. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрел ссылку. Вопрос мой прозвучал. Но ответа, почему вас не слышно в роликах по изучению Библии, на дому по скайпу не прозвучало. А между тем вопрос остался нерешенным. Вас по-прежнему не слышно. Прям беда какая-то. Последний ролик тому подтверждение. Видно одно лишь шевеление губ. Я и многие другие, которые слушают голос Божий, исходящий через ваши уста, буди вам признательны, если вы наладите полноценное звучание. Храни вас и всех ваших помощников, Господь. Игнатий Тихонович, сердечно прошу вас, помолитесь обо мне грешном, чтобы мне родиться свыше и быть вводимым Духом Святым. Да продлит Господь дни ваши пребывания на нашей земле. Храни вас Бог. Ну вот, не слышно. Во-первых, имейте в виду это. Скажите, Сергей или как? А я не знаю, это у меня, но слышно, все. Я вообще не специалист в этом деле. Призывите программистов, кому-то скажите. Ну почему? Какая причина-то? Потому что много людей нацеплялось или как? Да к нам-то допускай он уберет, чтобы никого не было видно. Шла беседа и все, чтобы слова-то были, если что. Виноваты, не досмотрели. Александр, простите. Мы... Я просто не знал. Дальше. Анна Вьюнова, Волгожанка. Господи, избави нас от Антихриста, вражия, насилия и шародейства. От всего сердца желаю вам всем спасения души. Я против экуминизма. Ну дальше не надо. Решевой город. Родной город Вологда. Да, Вологда. Дети Илья, внуки Никон. Дальше. Христос посреди нас. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У вас в друзьях есть такой человек, Александр Дадашев. Он не является членом РПЦ и МП. Как вы к этому относитесь? Хотелось бы мне узнать. Ведь помните такую русскую поговорку? Скажи, кто я твой друг, и я скажу, кто ты. Простите меня грешную. Это он. Ну вот он где. Он все делает по благословению своего отца. Но он такое-то не относится к РПЦ. Он ничего этого не говорит. Ну, виртуальная дружба здесь, но нельзя понимать буквально. Я вижу нормальный человек. Посмотрел, у него священники. Лежит Евангелие, крест. Ну а почему она так его считает? А дальше вот. Еще для информации. Вот в какой он группе состоит. Максим Космая. Просто слов не чистой воды сатанизм. Спаси их и сохрани нас Господи, силы креста твоего. Это его. Энергетическое лечение, здравомыслие. Воронеж. Чище восстанавливаю энергетику человека. Диагностирую. Тружусь очно. Город Воронеж. И дистанционно. Скайп фото. Но он в группе. В группе даже. Это ты еще не говоришь. Что он такой-то? Ничего не могу сказать. С ним я не беседовал. Я смотрю даже внешне. И что он пишет. А какие друзья. Да виртуально мало ли еще. У меня 5000 было их. Ну и что теперь. Каждого знаешь. Они меняют. Ну я выбрасываю тех, у которых фотографии нет. Была фотографии, сейчас нет. Я их просто всех выкидываю. Недавно почистил. Человек 300 убрал. Еще до этого было 500 человек выкинул. Ну откуда знаешь-то? Я только по фотографиям могу смотреть-то. Дальше. Вот. Следующая страница. Вот Даша у нас тут теперь задержит немножко. Посмотрим еще на него. Это из-за того, что у меня там загрузка идет. Видишь оно как. Вот это да. Вот это вот это да. То есть никак. Обновите. Сейчас посмотрим. Может быть откроется. Ну вот видишь я ошибку сделал. Вот. Может быть откроется. Это все пришло за день. Давайте. Анжелика Вихарева. Смирнова. Жить не тужить. Никого не осуждать. Никому не досаждать. И все мое почтение. 18-й Юлия Петрозаводск. А как хорошо. А пожалуйста. Спаси Господи Игнатий Тихонович. Давим Калину Красную. Очень интересное видео. Есть о чем задуматься. Ну это мы вот так. Я там ролик такой поставил. Дальше. Станислав Иванов. 21 февраля 91 года. Ну то и отвечать нечего. Ну поблагодарил, что зайдут. Благодарим тебя. Кто она там. Как виноват я. Светлана. Анжелика. Ну Ангелина. Благодарим, что зашла к нам. Дальше. Игнатий Тихонович. Вот все говорят в жизни самая главная жизнь. Почему они так говорят? Ведь в жизни я считаю самая главная любовь. Ну. Главная жизнь. Но какая любовь, если жизни то нету? Христос говорит, я и есть в жизни. Истина и жизнь. Ну 14-6 Евангелия от Иоанна. Ну как с этим спорить? Любовь. Апостол Павел говорит о любви. Если жизнь есть, она наполняется любовью. Ничего тут, нет противоречия, Станислав. Считайте Библию, и вы увидите, что, ну нельзя так узко смотреть. Узость взгляда на истину, это есть сектанство. Что такое секта? Узость взгляда на истину. Дальше. Продолжение. Ну а нужно там в церковь ходить, или это как-то необязательно? Все равно никого не знаю. Ну надо ходить. Надо. Познакомитесь, никого не знаете. Это везде. Нигде такого нет. И в мечеть ходят. В мечеть ходят люди, да и собираются пять раз на намаз, на молитву. Ну как это в общем. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. Но при условии 1 Иоанна 1,7 говорит, если ходим во свете, как он во свете, имеем общение друг с другом, тогда кровь Христа влияет на нас. А если этого нет, то ничего и нет, ты один. Дальше. Ходите, познакомьтесь со священниками, с хорошими людьми. Я вот всегда, когда говорю, ну люди передергивают это все. Сходите один раз другой к баптистам, посмотрите, научитесь, как любить Бога, любить Библию. Сходите к адвентистам, католикам, ну маленько-то имейте в виду, да не будьте такие зашорены, а то зомбируют. Про нас говорить зомбируют, это уже надо быть совершенно никаким. Такого нет нигде, как у нас. Мы книги баптистские раздаем, считают, люди ходят, ходят везде. По разным названиям где-то. Алексей Масихин. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Исаиш 26,3. 6 июня Петрозаводск. Вот он какой. Видишь? Крест какой. Дальше. Игнатий Тихонович, спасибо за видео. Отдавим красную калину. Многих прихожан церкви той шокировал тот факт, что священник был пьян и сбил насмерть. У нас на работе один человек бросает курить. Он вспомнил стих, который я ему говорил. Первое послание святого пасла Коринфянам. 3,16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. В церковь желают прийти, молюсь, чтобы человек спасся. Ну все правильно. Раз уже знаете, Алексей, так и трудитесь, только бороду не брейте. И в храм вот так не заходить. У нас надписи не положено, только если растительные какие-то там что-то можно. Никаких изображений не должно быть. Ну, правило существует. Дальше. Алексей Купцов, Игнатию Тихоновичу, рождественский пост. О, ну я посмотрел тут что-то, а то орехи у него что-то. Благодарю, Алексей. Добрый. Если бы это было тут наяву можно было, то мы бы сегодня с братьями разделили. Видите, как он? Храни вас Бог. Какие картинки, розы, ну чудесные. Дальше. Отец Сергей Матышук. День рождения. Ну это не важно. Вот он где. Видно, что бороду портит. Вот священник, видишь, вот это вот я категорически против. Не надо миру, вот он называет на Украине колорадский жук, он такого цвета. Ну зачем это нужно? На фильм потеряют как крестный путь. Игнатий Тихонович, спаси Господи, очень приятно. Видите, я говорю, делай замечание. Он может быть посмотрит и скажет, в самом деле она мне не нужна. Селом никто не наверит, бороду не трогать. Видно, зачем? По стихиям мира. Не сообродуйтесь, с миром написано. Дружба с миром есть, вражда против Бога. Тем более батюшка. Благодарю батюшка. Как его звать-то? Отец Сергий. Дальше. Марина Власенко. 12 декабря. Славянск. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Город Славянск? Славянск, это Луганская область. А-а-а. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Спасибо за информацию. Помощи Божьей вам во всем. Ну, благодарим, Марина, за доброе слово. Ян Щит. Игнатий Тихонович, вчера Саша упал с качели. Прямо возле уголка глаза очень сильно ударился. Умоляю вас, помолитесь за моего сына. Очень много падений на затылок было. Чтоб не было сотрясений. Чтоб Саша был здоров. Чтоб Бог его всегда охранил, чтоб начал какать, ходить на горшок. Чтоб начал говорить, чтоб полноценно развивался. Чтоб нам пойти в садик, и все было хорошо. Он у меня очень гиперактивный ребенок. Гиперактивный, это не очень хорошее дело. Его ни на руках, ни где сидит. Это все-таки зависит от родителей. Гиперактивный. Я смотрел, как мусульмане ведут занятия. Ни одного гиперактивного. Руки все лежат на столе. А уже взрослые, там десятые. Это не то, что есть такой фильм «Класс». Посмотрите, «Класс». Эстонский фильм «Класс». Что они в школах делают? Это на документальной основе есть. Наконец довели до такого состояния, что ученики достали оружие и весь класс перестреляли. Вот и все. Ну, дай Господи, упал Саша, сохрани его и помилуй, чтоб был добрым христианином. Татьяна Чиркина. День рождения 15 июля. Город Москва. Да нет, день рождения нам не нужен. Телефон тоже не нужен. Вот это. Игнатий Тихонович, а почему вы никогда меня по имени называете? Ну, я называю вас Татьяна. Ну, дальше-то что из этого? Татьяна Чиркина. Храм на Берсеневке. Я знаю. Может быть, я даже... Ну, я не раз там был. Я его всех знаю. Там Светлана или Совета. Отцу Кириллу поклон передайте. Игумен. Игумен. Храм на Берсеневке. От храма Христа Спасителя. По этой стороне канала. Прямо рядом. Метров 250 от храма. Я скажу, что это необыкновенный человек. Он член Союза Писателей. Игумен. Московской Патриархии. Не единоверческий. Но все службы, все ведет по-старообрядчески. До Никоновской реформы. И где бы он ни ездил. Там и Патриарх Алексеев служил. Сербский Павел, Кирилл. Везде. У него два высших образования. Он очень удивительный такой человек. Приезжал сюда с целой группой. На Алтае был. И вот у нас для Слова Божия нет усы. Там на земле алтайской. Это его. Им написано. Но у него идут воспоминания. Где-то вон туда. Суй-ка руку где-то может быть. Постой-ка я посмотрю. Показать какие у него книги выходят. Подожди-ка маленько. Вот так. Так. Ой. Вот видишь, что я полез тут. Ну ладно, потом. Виноват. Вот смотри. Вот. Игумен Кирилл. Книга четвертая. Вот он. Какие книги большие. Да большие книги-то. Я сейчас посмотрю, сколько страниц у него здесь. Ты не отходи. 462 страницы. Вот он, Игумен как раз и стоит. Старобряческая шапочка. Старобряческий крест. В московской патриархии. Дальше. Вот его книга воспоминания. Книга вторая. И он здесь пишет обо мне. Книга третья. Ну я так просто показать. Вот она какая. Когда бы у него я ни был, обязательно он на литургии меня выставляет. Идет там прислужник. Ну с другого где-то заходят они. Там как бы сказать. Там три престола. Трехпрестольный кажется храм на Берсеневке. Это переодевает меня. И я говорю у него слово проповедую. Это все выставлено в интернете. И вот он первую книгу написал. И спрашивает какие отзывы. Ну я дал отзывы. Я говорю я не пойму только. Отец Кирилл. То ли ты масон. Или масонский заказ выполняешь. Или ты в самом деле это так. Дуришь просто. Закрутил я говорю на сухом крыжовниковом поле. Берсеневскую общину. А дальше никогда ничего не видят. Ну я с ним как разговариваю. Вот так вот. Ну кто эти слова мои сделает. Он в следующей книге. Так я это маленькую часть сказал. Писание люди не знают как должно. Ошибки на стенах писания выписаны и с ошибками. Вы даже этого не видите. То есть сурово там выговорил ему. И он это все. Все пропечатал. В следующей книге. Вот какой удивительный человек. Обычно плохое если про человека скажут. Скорее замазать чтобы не было. Вот у меня сейчас. Сегодня ночь не пришлось спать. Познакомился. Как-то я не знаю как-то получилось. На меня напал один священник. Сергей Дудин. Город Сиверск. Томской епархии. Никакого тут. Ну нет. Он и адрес свой говорит везде. И мы. И он своим прихожанам видимо говорит. Там человек пять. Нажать. Вконтакте. Это и блокирует, и блокирует. А Вконтакте не я. Модератор работает. Перекидывает на наш форум. Заблокировали. А там сотни людей. Где? Куда делся? Только разблокируется. Там на неделю блокирует. Он опять. Но потом что-то его коснулось. Мы вошли в отношения добрые. И дальше мы беседуем. Беседуем. Хорошие беседы. А они эти беседы выставлены в интернете. Но. То ли ему должность какую-то пообещали. Сейчас не знаю. Как он поднялся опять на меня. Все перечеркнул. Это сергианство. От митрополита Сергия Острогородского. Вот это предательство где-то. И он вот два дня буйствует. Жалобы туда. Ну и жалобы это имеет смысл. Я посмотрел. Я сказал. Давай скорее оттуда копировать. И все это убирать, убирать. Семь роликов убрал. Но я их перенес на Mail.ru. Мой мир. Я попрошу всех. Кто заходит на мой мир. Вы увидите там ролики. Именно мы с ним беседуем. Прекрасные беседы. Распространите их по всему миру. Я очень прошу вас. У него может это пройти. Я его благодарю. Поношение это награда. Радуйтесь и веселитесь. Когда награда вас има поднесут как неугодная. Никаких поводов я ему не давал. Я не изменился ни на одну иоту. Уже 53 года. А он в течение двух лет переменился трижды. Он меняется, а не я. И поэтому эти ролики. Они доступны сейчас на моем мире. Здесь я их ночью заблокировал сегодня. Администратор мне. Я не знаю как она их находит. И он их вылавливает где-то. Лишь бы фамилий в названии его не было. Я сделал местописание. Чтобы успокоился он. Он больной. Больной. У него воспаление мозга было. И ребятишки-то больные. Жена больная. Это ну просто помолиться о нем. Ну не такой же он был до этой кутерьмы-то, что начало-то. Там подсоединился еще один. Скуратовский пришел. Как будто бы из баптистов. Никуда он не переходил в православие. Так все баптистское и есть. Баптисты, церковь и прочее. Ну и там Алексей. Они на меня все. А я уже видел, три змеи выползли, на меня нападают. А я сделал крестное знамение. И все сгинули. Они заползли. Больше их нигде нет. Я сонат рассказал еще раньше. И тоже показано в интернете. Я встал. А как у меня братья. Я говорю, не вы три змеи тут на меня нападете? Нет. Пошел к Виктору Савченко. Ну и он женился только, что может вы на меня? Нет. А вот они вылезли. Теперь я вижу кто. Что простил им Господь. Судный день не помянул. Все это шелуха. На Россию такие идут события, что нам не до этого будет. Мы не успеем ноги подставлять. А потеряевка открыта для всех. Мы строим православное поселение, где не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. Ну должен человек быть женатый, чтобы крепкая сила была. Молодые, дети, таким приоритет дается. И были средства построиться. Попутно сказать. Дальше. Марина Аверина Распутина. Игнатий Тихонович, я восторгиваю, что у вас такие красавцы. Меня интересует сложно ухаживать за голубями. И где их продают? Купишь, не улетят хозяину? Вот если вы были здесь, я бы отдал вам. Потому что когда они быстро плодятся, и к осени мне приходится их резать, убирать. Я показал, как это делается. Ой, как поднялись. Ой-ой-ой. То есть люди боятся смерти. Ну а куда кури издеваете, когда выросли? Куда их? Рубят голову. А гусей куда туда же? А скотина, которая хочет. Ну вот просто дурью маются люди. Я показал все, как есть, естественно. В жертву приносили голубей. При всем народе резали барана. Возьмите фильм «Еремия». Посмотрите, как весь народ, ребенок стоит, режут барана. И никто этого не боялся. А сейчас трясутся. Говорят, сейчас ролики будут смотреть. Похороны запрещены ставить. Убийство там колют скотину запрещено. То есть новое-новое. Драки какие-то. То есть Жириновского запретят полностью. Да нет, конечно. Вот. Еще перейти одну страницу. Сейчас посмотри, что. Наталья Кашуняева. Игнатий Тихонович, слушай, вас я плакала. Благодарю вас за все. Если бы было больше таких людей, как вы, то мир был бы другим. Вы удивительный человек. Спасибо вам за то, что вы есть. Ну вот, Наталья. Благодарю за доброе слово. Вот у нас в лагерь-то вас бы не пустили. Вот я и скажу. Крестик надеть надо, если крещеное. Из ушей это все вытащить, волосы больше не стричь и надеть платок. Вот как делают мусульманки, как наши сестры. Видите, даже она хорошо отзывалась, а на меня это не действует. Вот сказать нужно о моем мире. Появился один человек. Я не хочу фамилию уже называть его. Прикинулся, что МГУ окончил. Ну, такие похвалы дает. И она писала. Кто с раннего утра хвалит, притча того сочтут за злословищего. Он не перестает. Да эти попы, да как Игнатий, это великий пророк восстал. Вот пророк там с большой буквы, его предупредили. Перестань, я все это удалял. Он не понимает. Вчера пришлось мне в черный список его занести за похвалу. Почему? 16 глава Деяния апостолов. Эти люди возвещают нам путь спасения. Павел раз и дух из нее вышел этот. И вот здесь такая же история. Павел ее сразу занес в черный список. И все кончилось. Правда, пострадать пришлось. То есть арестует его, он будет сидеть. Но сатана дальше не мог просмотреть ничего. Что обратиться в стражник и прочее. Попутно. Дальше. Кто это? Ниже. А, фамилии даже не дал, да? Да. Игнатий Тихонович. Глянем, это на Красной площади он, да? Да. Вот смотрите, вот я спрошу, кто из вас, слушатели, проповедовал на Красной площади? Проповедовал, когда в советское время? Кто проповедовал в советское время в храме Василия Блажена на всех этажах, во всех отделах? Кто проповедовал за стенами Кремля? Ну, покажет на меня, скажет, он хвалится, я хвалюсь моим Господом, мне путь Господь проложил. И вокруг которой храмы везде пришлось проповедовать. Это моя жизнь такая, а эти, которые еретик, все да православные, ну, вы покажите такое, да вы даже не поверите, что в советское время, в 80-е годы, в храме, который закрытый был, как музей, и там проповедовали. Я проповедовал, там гонялись, гонялись за мной, кричали, где он, эхом только отдавалось. Мне интересно вспомнить, а межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Попутно, вот. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое за ваше видео. Второй день смотрю вас в Ютубе, на вашем канале. Не могу оторваться. Дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни. Хотелось бы спросить, где можно приобрести вашу книгу и как это сделать? Заранее спасибо. Пусть вас Господь благословит и даст вам силы и здоровья. Вы этого достойны. Ну, видишь, где он задал вопрос. Я сейчас это постараюсь, чтобы было. Вот я открою. Книги почем. Смотри, где здесь книги. Есть ли книги? Да вот тут книги наши, книги молитв, книги какие. А книги почем? Есть ли? Да, вот оно. Вот оно где. Да, здесь? Да. Вот смотрите, считай быстро. Проповеди в стихах. Церковь, свобода, тюрьма. Ну ладно, вот смотрите, эта книга кончилась. 38 книг. Ви, это, фотографируй. 200 рублей. Вот, я даже можно не считать, даже не успею считать. Все, можем поднять. Да, можем поднять. Можно поднять. Все, заснял. Дальше. Все. Это подольше подержи. Потому что здесь главное, крупным шрифтом, особенно вот это вот все, карточки. Все. Если заграница, для заграницы другие цены. Все? Все. Ну вот я вам дал ответ. Где можно достать? Ну, чтобы больше сюда не возвращаться. Вот вам ответ. Дальше. Наталья Икуменко. Дальше. Уважаемый брат Игнатий Тихонович, пишет вам сестра во Христе Наталья, я нуждаюсь в совете от мудрого богослова и очень надеюсь, что вы сможете мне подсказать, как мне действовать в сложившейся ситуации. Немножко обо мне. Я переехал в Америку 7 лет назад и уверовала незадолго после этого. У меня на Украине осталось много неверующих родственников, за которых я постоянно молюсь. Очень благодарю Господу за то, что Он спас мою родную сестру. Она приняла Иисуса как личного спасителя и не так давно приняла крещение. Понимаете, я ее не знаю, первый раз считаю, даже не читал сходу. И я уже вижу, это не православное. Лексикон не православный. Уверовала, приняла спасителя. Но именно так и надо говорить-то. Нам надбиваться-то нечем. Это все слова, которые мы должны научиться говорить. Если это испытали. Дальше. Но причина, по которой я вам пишу, это переживание за мою двоюродную сестру, которая на протяжении уже многих лет занимается оккультизмом. Или так сказать всем, что в данный момент попадает под определение New Age. Я потеряла с ней связь после переезда в Новую Америку. И вот недавно мы снова начали общаться. Я естественно рассказал ей свое свидетельство. Оно, но оно ее не коснулось. Она верит в реинкарнацию. Считает, что человек сам способен стать Богом. Она уверяет, что обладает силой помогать людям. Утверждает, что она видела ад и рай. И что там очень скучно. Но самое страшное это то, что она влияет на окружающих. И умеет заинтересовать в своем учении других. Она уже лечит свою маму и брата. Как же она имеет художественную... Так же она имеет художественную школу в Киеве. И обучает студентов не только рисованию. Но и вовлекает их в то, что она верит. Я прекрасно понимаю, что тем, чем она занимается, это все демоническое. Хоть она этого и не понимает. Я молюсь за нее и очень хочу ей рассказать. Я объясню то, что она на очень опасном пути. И нуждается в Божьей благодати. Но я боюсь, что мои слова вряд ли изменят ее мнение. Так как она занимается оккультизмом как минимум 10 лет. Я нашла много хорошей информации в интернете, проповеди и множество свидетельств людей, которых Бог спас и избавил от этих демонических оков. Но, к сожалению, все эти ресурсы на английском. И для моей двоюродной сестры будут непонятны. На русском я ничего не нашла. Поэтому я обращаюсь к вам за советом. Помимо молитвы, как еще можно помочь человеку в подобной ситуации? Подскажите, как мне действовать? Потому что мое сердце болит, зная, куда направляется ее душа. Я буду благодарен за любой совет. Божьих благословений, сестра во Христе, Наталья. Совет никакой здесь нельзя дать. Потому что вы уже ей дали все, Наталья. Больше ничего нельзя. Человек избрал путь. Это его выбор. Если по-английски вы знаете, make your choice. Вот она это сделала. И ничего мы не можем к этому добавить. Она уже все знает. Только молиться. Все остальное мы только надоедать ей будем. Тем более она на Украине, а я в Сибири нахожусь. Евгений Давыдкин. Вот он выписал все книги, купил. Игнатий Тихонович. Это пока одно из лучших мест, встреченных мной в интернете. Сайт, форум и канал YouTube с множеством видеороликов о вере в Бога. О душе, о Христе, о жизни. Спасибо за все спасительное для души и тела. Слава Христу! С уважением, Евгений. Это наше. Если вы найдете сайт Игнатий Лапкин. Или найдете форум «Во свете Библии». Везде добавляйте. YouTube «Во свете Библии». Вот сегодня теперь мне легче отмечать. Дальше. Евгений Барышевский. Игнатий Тихонович, мир вам и тем, кто рядом с вами. С недавних пор стал слушать ваши беседы. Вижу здравость веры. На православие взглянул по-другому. Спасибо. Вы говорили, что у вас вышло 38 книг открытым оком. Как их можно приобрести? Сам я наставлен в учении пятидесятнической общины. Как его звать Евгений? Я впереди показал как. Если нет, заходите в мой мир. В мой мир. Там в почту где-то. Я вам эти данные повторю еще раз скину. Книги кончаются. Но книги наши, ну даже Новый Завет. Покажи-ка вон там. Вот покажи. Вон лежат пачки. Показать. А они просто не имеют аналога. Их нету. В мировой библиотеке даже не найдете. Новый Завет есть. Ну возьми, убери верхние. А это возьми. Вот книги. Трехтомник. Три тома. Давай остальные. Вот как показываю ему. Растерялся. Вот. Новый Завет. Видите, как книги изданы? 752 страницы. Три книги. 240 иллюстраций Гюстава Доретта. Тонами раскрашенная. Вот она. В полный лист. Вот. Это первый том. Сейчас покажу. Какой том. Вот первый, третий, вот второй. Не знаешь, как положить. Вот так вот. Вот они. Закладками. Эти книги показывали библиотеку Владимира Путина. Они у него стоят. Подаренные. 90% книг я развез по библиотеке. Мира. Начиная от Владивостока, Турции, Афины, Лиссабон, Скандинавия, Прибалтика. 500, которые только в России разошлись. Бесплатно. А остальные я продаю хоть маленько. Как-то вас помнит там на что-то. Дальше. Воин Христов без реального фото. Это вопрос. Худшего состояния гордости я не видел. Первый раз вижу, чтобы гордость так успешно прикрывалась знаниями. То есть это он ко мне говорит. Но выбираю я или не выбираю? Вот наконец человек нашелся. Но он, правда, и фотографии нет, и что-то мелкенько так. Но ничего. Холерик подсознательно использует эриксоновский гипноз для манипуляции и убеждения в своей правоте. Человек не терпит замечаний, слышит только себя слова святых. И старцев использует только для сокрытия своей гордости и доказательства своей правоты. А когда словами тех же святых обличать его, он в неистостве ищет оправданий. У других святых ругай предыдущих. Ужасное состояние. Надеюсь, что я слеп и ошибаюсь, но людям советую просто изучать Библию, жития святых, добротолюбие и так далее. И не слушать этого духа смуты, прикрывающегося кривдой. Читая святое, чувствуешь в душе смирение, покаяние, благодать, мир. А смотря эти видео, кроме гнева, гордости, злобы, осуждений и малой приправы правды, ничего не получаешь. Повторюсь, ужасное состояние. То есть ничего он не считал, ни фотографии, ни фамилии, ни имени, ни биографии, ничего нет. Кто это? Это дух. Дух, которого люди не видят. И поэтому этот дух вылазит иногда и говорит. Хоть одно слово он может доказать, но нет, конечно. А что ж ты спрятался тогда? Дальше. Приветствуем, Игнатий Тихныш. А можно ли с вами встретиться? Мы из Иркутска. Василий, Виктория, напишите мне на почту. Писать я никому не буду, но вы просто зайдите по скайпу. Вот и мы и встретились. А если кто пожелает это в деревню, чтобы там думать, как я сказал, что для этого нужно. Выходите, мой мир. Это самое удобное место для... Ну, не по телефону же это говорить. Зульфия Хмадулина. Я переживаю за вас, так как вспомнила один аят, наверное, из ваххабитского Корана. Из-за этого аята я вообще не стала читать Коран. В этой главе есть стих, знаменитый аят меча. Скобки открываются. Когда закончатся запретные месяцы, начинайте убивать людей Писанием. Писание это христиане. Христиан, евреи. Захватайте в пленных, убивайте их там, где найдете. Ведите осаду против них, устраивайте засаду, убивайте там, где бы вы их не нашли. Мухаммед говорил, что многие отступятся от веры. Тех, которые номинально считают себя христианами или просто неверующими. Их можно убивать там, где вы их найдете. Скобки закрыли, в кавычки закрылись. То есть это в трудах, в сочинениях ни Ленина, ни у Гитлера, нигде я такого не считал. Какие-то компромиссы нету. Ну, вот убивайте Писание, в самом Коране этого нету. Я издал книгу, полностью весь Коран разбираю по суру моей аятам. Туда поверни, покажи, Володя. Там он. Знаю Коран. Ну, говорится, считал его. Благодарю Зульфия. Она хорошо это знает, видимо, бывшая мусульманка или сейчас. Знаешь, это не все, она еще написала. А? Это не все еще. Не все? Да. Дальше что? Юлия, прокомментируйте книгу Архимандрита. А теперь уже епископа и Тихона Шевкунова. Не святые, святые, во свете Библии. Прокомментировать книгу. Ну, ладно, это я читал и смотрел. Если книга эта исчезнет вся, никто ничего не потеряет. Он знает, что писать. Считает духовник Путина он. Я смотрел у него. Да, он знает это. Миллион уже экземпляров издали, считает, почитали. Ни на кого, нигде не подействует никак. Ни один человек не обратится, ни один не покается, не изменится, ничего. Он знает, что писать. Он встречался с людьми, которые были. Интересно читать биографию, как вот, или вокруг света, журнал «Огонек». Ничем это не лучше. Не святые, а святые. Он знает, какое название дать. Дальше. Александр Н. Я не понял, что это у него машина сзади? Да. Что? Здравствуйте, Игнатий. А можно поинтересоваться, кто ваш духовный отец? На исповеди который. Ну, а какая тебе разница, кто мой духовный отец? Тебе зачем это нужно знать-то? Что значит духовный отец? Что он в это вкладывает-то? Вот, судя по нему, я вижу, что он не знает даже этого. Духовный отец тот, через которого ты родился духовно. Духовно. Ты уверовал через кого-то? Павел говорит, я родил вас благовествованием о Христе Иисусе. Вот через кого ты обратился? Первый, который мне сказал и дал Библию, Михаил Александрович Еремеев. В Латвии был. Но он ничего, кроме Евангелия, мне не дал. То есть, если так, как понимаете его, а дальше от кого я учился? Это Устинов Александр Иванович. Близкий такой был у меня человек. Ну, так как я переезжал часто с места на место, меня гоняла советская власть. По тюрьмам да по лагерям, говорится. Теперь я могу вспоминать, кто они были такие. Ну, вот как будто бы здесь на этом все. Сейчас покажу, что отдельно пришлось выбрать вчерашнее. Один час. Господи, Сосе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вот, это не это. Где-то третий номер в Ворде. Покажи. Здесь где-то должно быть. Написано. Азвет номер три, вот он. Вот он где. Ну, давай по порядку, сейчас мы посмотрим. Один час прошел. Да, прошел, хорошо. Так, это было. Серафима говорит. Вот отсюда начинай, Галина. Галина Энах. Спаси Христос, какое большое дело вы делаете. Невероятно. Глядя на вас, чувствуешь себя немощным. Полностью согласен с Николаем и Анной. Лапкина много не бывает. То есть, Анна, который, Николай и Анна Колеснева, которые дали совет открыть вот эту рубрику. Я благодарю и всех, кто здесь слушает, если желаете. Вот я попросил распространить эти ролики с этим священником, чтобы их не уничтожили. По всей планете распространить. Это очень полезные ролики. Их уже семь, которые он восстал на них. Его же ролики. Это я к себе сейчас перетянул. Мы с ним беседуем. И вы увидите, насколько много данной информации. Дальше. Анна Матюша. Добрый день, Игнатий Тихонович. Это из моего мира, которое там в почте где-то я скопировал, чтобы крупнее было. Меня зовут Анна Васинева. Живу я в Севастополе. Прежде всего, слава Богу за то, что вы есть. За то, что есть возможность, таким как я, несведущим, получить ответы на вопросы во свете Святой Библии. Вот правильно отвечает. Прямо скажу. Видеть вас, вашу горячую веру и неустанные труды было для меня под настоящим чудом в наши дни. Храни вас Господь. Уважаемый Игнатий Тихонович, позвольте, я задам вам свои вопросы и прошу вас разнесить мне. Если вы найдете возможность, что мне делать в соответствии с учением Господа нашего Иисуса Христа? Я блудница, жила нечестной жизнью, вышла замуж за человека, который уже был женат. 20 лет прожил в венчанном браке. Всегда очень уважительно отзывался и до сих пор отзывается о своей жене. Вырастили хорошего сына. Так вот, вот я, это личная переписка, зачем ее выставлять? И какая личная, когда выставлена уже в интернете? Тем более мне там с контактов, я даже не знаю, с контакта или где-то, переписывать, перекидывать на форум. Все открыто. Этим играть не надо. Если твоя тайна, держи при себе. Зачем писать так здесь? Это я не есть священник. Зачем исповедаться? Я просто показать, какие бывают люди интересные. Она интересная, что открытая. Такая душа так открыто писать. Себя проверьте, можете ли так открыто говорить? С ним у нас за три года родилось трое детей. Но чувство горечи и ощущение, что взяла не свое, не покидает, гложет. Становлюсь на молитву, а в голове одна мысль. Как я могу просить покоя, радости, если где-то живет женщина, которая отдала всю себя, молодость, перенесла с ним и от него много трудностей, но которая не хотела при этом, чтобы он разводился. Полное ощущение, что я сама себя загнала в тупик, отрезала от Бога. Вы понимаете, какие слова? Их нельзя, эти слова, слышать без слез. Сколько женщин таких-то? Как мы должны быть благодарны? Это я вам назвать она. Дальше. Я даже часто в душе и в слух выражаю желание, чтобы он вернулся к жене своей, чтобы покаялся и чтобы вместе они были. Для деток все бы сделало, чтобы они его самым лучшим папой считали. То есть она уйдет, когда и оставшиеся дети, чтобы у папы считали, какая чистая душа. Хотя живет, ну она сама говорит как. Сама бы замуж никогда не выходила, если бы Господь помог мне грешной. Вопрос мой такой, что делать таким людям, как я, которые совершили грех необратимый? Есть ли спасение для таких, как я? И в чем оно, возможно, состоит? Что мне делать и как быть, чтобы не сделать новых ошибок? Или, скажем так, сделать их как можно меньше? Ну дальше она говорит о том, что он поехал, купил дом там. И теперь, что дальше, как делать? Вы уже сами ответили, что делать? В вопросе спасения не надо идти на компромиссу. Кто любит отца и мать больше меня, не достоин меня. Если не возненавидишь отца и мать, не достоин меня. Вот это надо сказать. Развестись немедленно. Но днем обязательно сходите к священнику, к местному. На все вопросы, какие даете здесь, ответ один. И идите к священникам. И там, помолитесь заранее, чтобы он ответил вам по-божески. И его слова сверстятся в Святой Библии, сходятся или нет. Больше ничего не надо делать. И поступите так. Даша напишет. И еще такой вопрос. Не могу понять, почему Пасха это плавающая дата. Почему-то подумалось, что если успение Богородицы, Рождество Христово, фиксированные даты, то не должна ли Пасха отмечаться во вполне определенный день. Но нигде не могу об этом почитать. Но я уже ответил об этом. Какие условия? Нужно, чтобы было равноденствие. День равен ночи. Первое полнолуние. А бывает только полнолуние прошло до равноденствия там три дня. Поэтому полнолуние. И полнолуние иногда попадает где-то в воскресенье. Там нужно еще три дня. Тогда еще неделю надо откидывать. То есть Пасха почти целый месяц вот так плавает. От лунного календаря. Я уже ответил это. Прошу простить меня, Игнатий Тихонович, за мои вопросы. Очень прошу вас хоть немножко просветить, обличить и наставить меня заблудшую. Также интересно было бы мне иметь ваши книги. Напишите, пожалуйста, как их можно заказать. Я уже ответил здесь. Храни вас Господь. Слава Иисусу Христу. Потом. Анна Матюша. Простите меня, Игнатий Тихонович, за мои мерзкие вопросы. Помолитесь обо мне, пожалуйста. Храни вас Господь. Александр Андрусенко. Я поражаюсь тому, насколько эти люди пропитаны ненавистью. Поистине, пребывать в таком состоянии можно только будучи вводимым дьяволом. Несчастные. То есть люди, которые нападают, священники, сейчас они против меня. Всякие мерзкие слова собираются там в студии и говорят. Меня это не касается. Не обо мне речь. Они ни одного греха не могут сказать. Не так я понимаю. Но у меня обращение было другое. Они не имеют рождения свыше. А они мертвые. И поэтому им говорить, это новое вино в старые мехи вливать. Юрий Соболев. Дорогой брат Сергей, мир тебе. Прежде всего, хочу поблагодарить вас с братом Александром за реализацию замысла беседы и обличения Игнатия Тихоновича. Это ролик такой стоит здесь, обличение. И вот найдете, он прям в самом почти начале идет. На мой, ни к чему не обязывающий взгляд, этот ролик зарасставил многие точки над И. Причем сделано это не заочно, кулуарно, а по-христиански, открыто и без обиняков. Ролик хороший, честный, а самобеседа душеполезная. Он в Красноярске живет, преподаватель в академии, преподаватель в университете и ведет при епархии курсы катехизации. То есть этот человек может сказать, видит. Он узнал обо мне от Андрея Кураева и выписал все книги, купил, и теперь вот он так пишет. «Однако я увидел то, в чем был уверен с самого начала. Ваша идея этого замысла, подтверждение правоты Игнатия Тихоновича. Согласен я с этим или нет, нравится мне это или нет, но я и вижу, что прав Игнатий Тихонович. Он правильно и точно сказал, вы не вмещайте меня. Это мне видится ключевым в самом подходе к личности, к духовному пути и методу Лапкина. Брат, по-человечески я во многом не согласен с Игнатием Тихоновичем. Но если встает передо мной выбор, когда моя христианская совесть вызывает к ответу, я поступаю не так, как я считаю верным, а часто с оглядкой на совет Игнатия Тихоновича. И должен сказать, только в таких случаях мой поступок в конечном счете оказывается верным. Скурпулезно пытаясь усвоить и перенять метод Игнатия Тихоновича за эти три года, я неоднократно опробировал беседы с разными людьми, с сектантами, с православными, с близкими и так далее. И ни разу, брат, ни разу этот метод не сдавал с боя. Игнатий Тихонович неоднократно говорил и говорит, я практик. Вот к этому я считаю нужно прислушаться в первую очередь. Каноны это все же теоретический духовный закон, но зачастую сама жизнь не спровергает тот или иной закон. Зачем в своем упорстве держаться его, отвергая очевидный жизненный факт? Я не идеализирую Игнатия Тихоновича, у него есть частные заблуждения, но он прав в целом, в общем. Однако нужно сказать, что если указать на явные ошибочные моменты, Игнатий Тихонович их признает, готов засвидетельствовать лично. Мне, брат, видится, что наше отвержение себя еще на такой стадии начального уровня, что с этой низенькой колокольни мы многого не видим из того, что открыто взор Игнатия Тихоновича. Большое видится на расстоянии. Он по-настоящему свободен, он идет прямо на небо, а мы, копошась в канонике, в букве закона, в личностных пристрастиях, невидимо этого, сосредоточив свой взгляд на уровне усредненного плинтуса добродетели. Брат, поверь, Игнатий Тихонович очень и очень хорошо понял все, что ему сказал, брат Максим и вы. Общаясь с ним, я вижу, такие тончайшие нюансы он увлавливает в общении, а уж сказанное прямо, здесь и говорить нечего. Мне все чаще кажется, что даже в своих ошибках он прав, а точнее в том, что нам такивыми видится. Я не призываю ни к чему, это лишь мое частное мнение. Мне, правда, ролик очень понравился. Вы, брат, каждодневно в моей молитве, и я благодарю Бога, что ролик состоялся и получился именно таким. Храни вас Бог. Дальше. Админ. Хороший отзыв прислал Юрий. Если он не против, пусть братья зачитывают его в очередном выпуске. Ведь отзыв честный, как прислали, так и зачитают. Хорошо, что у всех спрашиваете о записи скайпа, что они не против. Недоброжелатели... Так, я спрашиваю еще раз, что кто идет сюда, я не могу сейчас спрашивать, потому что это не в скайпе. В скайпе я спрашиваю, вы не против, что записываем все и выставляем в интернет? Я против, я сразу отхожу и больше ты никогда ко мне не попадешь. Зачем мне время тратить? А это, я не могу спросить, я предупреждаю ничего, тайного здесь нету. И не пишите никто. Там она начала говорить, что с мужем переезжать, а перемахнул дальше. Недоброжелатели пытаются подбить народ против вас, но с этими вопросами о записи и согласии на запись у них пока ничего не получается. К тому же они видят, что канал развивается, подписчиков только добавляется. И как бы они ни трудились, даже их труды идут вам во благо, так как люди, никогда не слышавшие о вас, через них узнают. И потом выходят на ваш канал. И некоторые тут и остаются познавать для себя. Видите как? И я скажу, что на форуме с воскресенья, благодаря этой рубрике, почти на 100 человек посещаемость увеличилась. Евгений. Мир вам, Игнатий Тихонович. Рад, что вы сделали такую прекрасную рубрику. Вопросы, пожелания и события дня. Давно мучает один вопрос. Я пою в церковном хоре, нам платят деньги. Конечно, не большие, а чисто символические. Я пока не получаю, так как являюсь на испытательном сроке. Что мне делать в дальнейшем, брать деньги или нет? Совесть говорит нет. Но батюшка, с которым я общаюсь, сказал мне, чтоб я брал и даже не волновался. Мол, священники же берут деньги за требы и ничего. А другой священник сказал, что если меня мучает совесть, то можно брать деньги и отдавать нуждающимся, бездомным и так далее. Теперь у меня двойственное положение и никак не могу решить. Подскажите. Первое. Не брать деньги вовсе. Второе. Брать деньги, найти какую-нибудь бабушку или какого-нибудь бездомного и каждый месяц отдавать ему деньги. В первом случае я делаю добро, как бы себе. А во втором и мне благо, и бездомному помощь. Убиваю сразу двух зайцев одним ударом. Вот как вы скажете, так и поступлю. Спасти Христос. Я бы хотел спросить, вот у баптистов большие хоры, у адвентистов, если где-то получают, что хористы, ну, то есть они работают на работе, и потом спевка бывает. Если где-то, и теперь, за последние сто лет хотя бы один хорист получал у них деньги или нет? Вот когда этот вопрос ответите, тогда вы изберите тот вариант, который вы говорите, совесть моя говорит. Совесть. Марк Афинский. Рассудительный какой-то. Рассудительный, да. Марк Афинский. Ничего не бери от мощей моих, заповедовал святой Серапиону. Большое спасибо за информацию. По Библии я знаю много мест, где усопшим воздавались благоговеянные почести при захоронении. И не знаю ни одного места, где бы расчленяли кости святого. А из этого я делаю вывод, что если иудеи этого не делали, то и апостолы такому научить не могли. И эта традиция явно не от Бога, независимо от слов соборов человеческих, которые, как известно, часто заблуждались. Я сегодня пишу. Игла. Прошла ночь в бдении, и винует ему отец Сергий Дудин. Сердечно благодарю его и передайте ему мою благодарность за эту чудную ночь. О нем всю ночь молился. Он еще четыре жалобы добавил на наши ролики, где мы с ним братски, дружески беседовали. Пришлось все выкачивать и те стирать. Где его фамилия на ролик, он через год или даже через два года решил почиститься, чисто по-сергиански. Старгородский митрополит Сергий. Жалобы в мирскую власть, мстительность, предательство друзей и прочее, мерзкие пакости против вчерашних друзей. Семь роликов с его участием пришлось удалить из-за его жалоб. Галина Н. В свое время я искала в ютубе проповеди, переслушала многих священников и проповедников, и только Игнатий Тихонович утолил мой голод знаний. Меня привлекла именно интонация и манера поведения. За интонацию меня громко говорит, а вот человека влияет. Я говорю, моя интонация как раз для той аудитории, которая передо мной. Я не подыграюсь, не играю, не подражаю никому. Я молюсь и разговариваю. Голос громко, да, за то, чтобы слышали. Сразу видно, что человек небезразличный и смелый. Игорь Струц, Белоруссия. А я еще не ложился. Читай ваши книги как можно более точно. Аргументируя десятину, что и сегодня это закон. Дальше. Александр, слава Христу. Она, жена моя, сейчас со мной вставала на ночную молитву. Сегодня второй день. Год молился один, а теперь вместе. И за это вас благодарю. Вот уже. Я даже не знаю, что и жжем поднимаю на сон. Это Господь так сделал. Не я, говорит, впрочем, но благодать Божия. Где я говорю, я? Не умирайте от этого слова. Потому что Господь, ну, любит нас всех. Так, еще чуть-чуть хотел показать. Коснуться вот этой. Где у меня тут? Вот это продолжение. Это из прошлого. Елена Серебрякова. Спасибо вам большое, что услышали меня и позволили прикоснуться к вашему сокровенному. Я все прочитала, просмотрела все фотографии. С умилением любовалась светлейшими детскими лицами. Но вы совершенно правы. Нужно очень трепетно и осмысленно понимать все. Я желаю вам здоровья и благодати Божией. Сама же пойду своим путем. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Дева Натали. Вот она. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Целиком и полностью согласно с вашим размышлением. Как голубь у меня воркует. Дикие при том. Перестал. Дальше. Яна Суворова. Я сейчас читала вашу ссылку про священника и рыдала. Неужели такие батюшки бывают? Наш приходской батюшка наоборот смеется над нашими проблемами. Говорит фантазия. Отказывается исповедовать, причащать, соборовать. Лариса Кочкина. Благослови Господи. Мир вам от Господа, сокрушившего силу врага и воздрузившего для нас победное знамение Креста. Христос Воскресе. Истинно так пишете. Мне лично полезно почитать ваши послания. Хотя у меня мало свободного времени, но я не пропускаю ваши сообщения. Спасибо Господи. Радости вам и всех благ. Светлана Мещишина. Ваши письма я все читаю. Мне очень интересна позиция человека православного, но знающего Писание. То есть она не православная, видно. А не трактующего все и вся, исходя из учения отцов в церкви и тому подобное. Стихи мне тоже нравятся очень. Фото я ваше смотрю. Замечательное жизненное фото. И еще не нашла ни одного послания вашего мне, против которого бы восставало бы мое сердце. Спасибо вам за ваш труд. Не всегда отвечаю. Не потому, что некогда ответить или не читаю. А просто понимаю, что и ваш ящик засорять это не совсем правильно. Благослови Господь. Вот Азербайджан, Баку. Самира. Стоит. Вот. Тагеева. Мусульманка. Знает четыре языка. Арабский. Преподавала в университете. И сейчас я не знаю, как у нее это. Муж мула у нее. И мы у нее ночевали дома. И в интернете это выставлено. Пожалуйста. Дальше. Мир вам. Не мир, говорит, а мира вам. А, мира вам. Ответ на ваше замечательное письмо. Все правильно. Я согласен с вашей миссионерской деятельностью. Это призвание. Слава Богу. Валерий Герасименко. О какой. Вот все у него. И застегнуты, и борода, и... Ну, просто... Я удивляюсь вашему творческому потенциалу. И все присланное вами хранится. Ну, как я пересматриваю все разнообразие почты и выбираю необходимое для себя, так же я беру у вас то, что мне нужно. Многое мне знакомо, и потому одно я повторяю для себя, другое же изучаю, так и с моим миром. Что мне дорого, я оставляю на мире, что знакомо. Просто повторяю, и оно уходит. Постоянно в поиске и ищу ответы на свои вопросы. Ни ВКонтакте, ни живой журнал меня не интересует. Почта бывает столько, что на ее разбор иногда уходит почти целый день. Делюсь на такие интересы, которые могу переработать в течение нескольких часов. А именно, новые сообщения, почта, форумы, сообщества. И если есть свободный час, смотрю и слушаю, любимые. Ну, ладно, дальше. Раил Азнаев Приветствую, дорогой брат. Я полностью согласен с вами. Благослови вас, Господь, в вашем начинании. Мир вам и вашим близким. Михаил Домнич Приветствую вас вновь и благодарность Господу за ваш труд. Посетил те ссылки, что вы указали, и загорелся от прочитанного там. Слава Богу, рука его не отскудела. Делателей мало, но они есть. Дай вам Бог здоровья. Обильных вам Божьих благословений в вашем служении. Виталий Мухамеджанов Спасибо за проповеди, за мудрые стихи, за фото. Я очень рад, что добавили фото. Это просто отлично. Еще бы вам добавить видео, ролики жизни вашей местности и службы. Было бы прекрасно. Аминь. Теперь все это поставлено. Наталья Вечерская Спасибо вам, Игнати, за прекрасные фотографии, дарящие доброту и улыбку. Владимир Еремеев И еще ваша церковь понравилась. Ничего лишнего. Аминь. Красивая деревня Иван Гончарук Отец Игнатий, фотографии очень красивые. Я желаю вам всем счастья, здоровья и удачи. Надежда Солоницына Потерявка настоящая Русь Вот журналисты и едут. Такое на Русье мало осталось. А Русь распродали 95%. С средневыми ресурсами владеют иностранцы. Благодать Пресносущего Спасибо. Как же это приятно готовиться и красиво отмечать Божьи праздники. Это воспитывает молодежь и наполняет душу старцев особой радостью и благодатью. Да благословит вас Бог и дальше творит добро и продолжать Господние традиции, чтобы они не заросли колючками чуждых обрядов. Оксана Богданова Какая у вас там красота и детки на свежем воздухе хорошенькие. А что за птенец у девочки в ладошке? Это голубенок маленький. Игла Дети высоко на голубятни с Виктором Савченко и он дал им поддержать голубенка. Благодать Пресносущего Мир вам, брат Игнатий. Напомните, пожалуйста, еще раз о значении цветов флага по Библии. Не могу найти эти стихи среди изобилия посланного вам материала. Ну я сразу отвечаю, что я на кораблях плавал. Учился в высшем мореходном училище, то есть знал все флаги мира, кроме государства, у которых нет выхода к морю. Наш флаг российский, трехколорный, без этой курицы двухголовей там. Это единственный флаг в мире за всю мировую историю. Флаг неба. Это проповедь. Это флаг вненациональный. Он может быть в Германии, может быть в Африке, может быть в Турции быть, у ИГИЛа, где угодно может быть. Внерелигиозный. Он может быть у баптистов, у христиан, у мусульман, может быть. Вневременный. Он может тысячу лет назад быть и через две тысячи лет назад. Почему? Первая красная полоса. Все рождаются в крови. Поэт Мицкевич говорил, земля пропитана от коры до центра кровью. Вторая. Думать о небе. Помышляйте о горнем и о земном. О небе думают. И египтяне, там бог Ра, там идут за гробный мир. Это голубое. Синее небо меня так манит, знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире беседно канет. В небе не будет мести угроз. И третье. Это откровение 20 глава. Великий белый престол. Это уже нигде нету, только у христиан. Но все верят, что будет страшный суд. Этот флаг говорит не сколько, там что у Англии, это владычи Самареи, волны идут. У Америки там другое. В Германии там угольные разрезы. На Украине желтое, подсолнечники. Ну все земное. Флаг российский, он ей не принадлежит. Это просто милость Божия, что его избрали. Дальше. Людмила Севастьянова, это вам подарочек. Голоса птичек. Спасибо вам за фото и рассказ о жизни вашей. Даже просто знать о том, что вы есть, и это уже делает мир светлее и сердце чище. Спасибо вам. Татьяна Коптева, Худина. Ваши письма храню и перечитываю, а мало пишу, чтобы не показаться глупой. Курочка по зернышку клюет. Многое лето вам. Здравствуйте, отец Игнатий. Получила такое душевное и положительное эмоции от прочитанного и увиденных фото. Вы правы. Все, кто верит в Бога, действительно должны жить все вместе. Убрала у себя всех людей, кто меня доводит до плохих мыслей и бесовских. Благодаря вам и вашим чистым фото, на которых чистые люди. Грязь везде она есть. И в одноклассниках, и в контактах. Кто любит ее собирать, тот ее найдет. Мне интересно все православие, а остальное пустота. Начало. Спаси вас, Господи. Кто зайдет в мой мир, у меня там выставлено 18 тысяч фотографий. На нашем канале более 4 тысяч роликов. Наших только. А на форуме, на нашем, то есть, смотрите, форум Игнатий Лапкин, там во свете Библии. Там 1500 тем, огромных тем. Галина Читилина, спасибо за хлеб духовный. Надежда Зотова. Такая радость и спокойствие в лицах. Теперь о жизненном. У нас можно приобрести вагончики с еврооделкой на 4-х человек. Ну, дальше напишешь, как помочь. Игла, мы же настолько бедные, что научились из подсобного материала все делать. Сами. Так что мастера девятся. Кривые слеги, глина, солома. Чем не египетское увлечение? Вот так. Все же загляните, не пожалейте о том никогда. Мы не можем даже сорванную бурей крыши с глильных келей покрыть вовремя. Тут уже на наш шифер, выбрасываемый немцами, мы будем искать жертвователей. То есть, немцы, русские, когда ушли оттуда, они полностью перекрыли крыши. Потому что от шифера какие-то волокна, они вредят легким. Дальше я говорю, начальник детского лагеря. Ну, тут понятно, что каждое лето берут 53% детей бесплатно. Вот дальше. И если сможем... А цена? А цена содержания в нашем лагере станет в 24 раза дешевле самой дешевой государственной путевки. Государственной путевки. Здесь наш лагерь 44 года уже. Детский лагерь. У него я насчитал где-то больше 10 параметров, которых ни в одном лагере нет. В первую очередь, раннее вставание в 5 утра. Ну, найдите такой лагерь, сообщите мне. Дальше. Каждое утро чтение Евангелия с толкованием. Ну и дальше все там, о чем говорится. Это было катание на конях, на лодках. Учатся сами все делать. Надежда Зотова. Видите, можно и вещи собрать, и учебники. Но как все это потом отправить? Игла. О, вы все уже даже не... Вы вовсе даже не поняли. Мы не просим, а мы даем. Мы в лагере Стани ни в чем не нуждаемся. У нас есть добрые помощники, и Господь нас ни разу не оставил. У нас ни голодных, ни раздетых, ни больных, ни печальных. Деяние 20.35. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо бы напередерживать слабых. И памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Главное, этих слов нету в Евангелии нигде. Видимо, Господь Христос сказал Павлу самому. Филимон или филиппийцам? Филиппийцам. Я получил все и избыточествую. 2 Коринфянам 8.2. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатстве их радушия. Юрий Портовский. Читаю, анализирую, что полезно для души, копирую. Игла. Вот вы уже и дали о себе знать. Большего я не просил. Все остальное только от любви вашей. Воистину Христос воскрес. Аллилуйя. Игла. Ну, да дальше вот там все пишу. Омский благовест. Омский благовест. Дорогой брат Игнатий, у нас тут целая команда, поэтому мы успеваем и почту разбирать, и видео выставлять, и все остальное делать. Ваша информация ценна для нас. Мы не будем кривить душою. Мы читаем не все, что вы пишете, но мы уже заметили, что вы с нами в одном духе, несмотря на некоторые разночтения. Слава Богу за вас, за ваше служение. Знайте, что мы ценим вас как брата, как друга. Да, это баптисты пишут. И то, что мы не всегда пишем отзывы на вашу информацию, не означает, что мы вас игнорируем. Мы выполняем свою миссию перед Господом, а вы свою. Основная наша цель – нести Евангелие неспасенным людям, погибающему миру, а не заниматься словоприемиями и пустыми спорами. Будьте благословены. Александр Бедовский. Доброго времени суток. Вопрос, который я задам вам, волнует многих. Участились разводы среди христиан. Ваш взгляд на это? Почему христиане не могут сохранить семью? Я знаю людей, искренне любящих Господа, и все равно разводятся. Видите, главное – это вина все-таки из-за того, что не по слову Божию. Я вот разговаривал с женщинами, которые разведенки теперь уже. Да, я всегда старалась мужа поставить на место. Я всегда казалась себе умной, ну, равной мужу. Подравнялась, одна сидит дома, ничего нету. А теперь, а вот он ушел там к Светке, живет. Ребятишки, дура я была, дура, такого мужа потеряла. Вот один ей говорит, говорит, развелся, моя такая. Ее на работе спрашивают, ну, скажи, Рита, а что он у тебя пил? Да не пил, пил бы, да, это ладно. Ну, а что он делал не так-то? Дрался? Да не дрался нигде. К баптистам пошел. Паразит такой, сильный такой. И тот чемпион по поднятию тяжести. Ох, и дура ты, Рита. Вот мне, говорит, ответ. Ну, а теперь что? Теперь уже все позади. Что ж ты делала? То такого мужика потеряла. Работяга. И какой? Не где-то работает, а в КГБ работал даже. Ну, на маленько-то смотрите за собой женщины-то. Вот мусульманка, когда говорит, муж приходит с работы, ты улыбнись, ты прими его. Он так трудно работал. Да какое ты имеешь право? Он же меньше тебя все равно жить-то будет. Срок мужчины-то меньше-то. Продли его жизнь-то. Зачем его заедаешь-то? И про мужа ни одного слова при детях плохого не говорю. Вот у нас родители вдвоем, отец, мать, полкласса не кончили. Но я ни разу не слышал, чтобы отец против матери или мать... Бывает, зайдет, ну ты тут расставил, чугуны, ребенок обварится. Ну, 10 детей. Мать-то расставит и не прикрытая. И у нас ни один не поврежденный был-то. Отец только задверь, все, тишина полная. Вот как, надо жить. Я пишу. Тут ссылка. Ответ мой на нашем форуме. Ответьте, почему мусульман почти нет развода, и все останется, если не вчерашнего. Вот так. Владимир Пищиков. Матушке Юлии без изменений. Говорить тяжело. По всей видимости, это вирусное. Ну, это дальше. Ну, это о болезни говорит. Кто? Александр Чернов. Дальше. Христос воскресе, Игнатий Тихонович. Помню, в 90-е годы пришли мы с супругой в Барнаульский знаменский монастырь. А там увидели под куполом ласточек, услышали их щебетание во время службы, и ощутил я тогда в душе какое-то подобие рая. А у нас в храме, прям на алтаре иконы, и на них ласточки свили гнезда и ластощата. И приехали тут хористы из Московской патриархии со своим митрополитом там. И ласточки, они запели, и ласточки повернулись к ним, и щебечет, и щебечет. А там все в интернете. Теперь там ласточек не видно. Купола другие, люди тоже другие, или те же, но другими стали. Недавно одна женщина в моем мире с ником Наталья увидела у меня ваш ролик про Яшу, и предложила разместить его на форум детимейл.ру. Я не отказался, разместил, чем вызвал ожесточенные споры мамочек. Все бы ничего, но почему-то азиатские женщины, мусульманки в том числе, высказались гораздо достойнее наших с вами соотечественниц. Приводить пример я не вижу смысла, но причину подобного поведения вижу в универсальности веры. Каждый во что-то верит, а вот предмет веры заводит некоторых в кромешный ад. Тут разочаровываться или раздражаться неуместно. Свидетельства не доходят, а может несостоятельны для некоторых, для тех, кто не готов их увидеть и услышать. Причем одещание народа быстрее происходит не в труднодоступных местах, а в городах и мегаполисах. Это мое личное мнение. Может быть я и не прав. Сам я вырос на поселке Южном, в МЖК построил квартиру и с 92 по 97 год прожил с женой и дочкой в этой квартире на перекрестке Петрова-Попова. А потом мы решили, что будет благоразумнее уехать в частное домовладение в пригород, что и сделали. Даже на таком маленьком сравнении я укрепился во мнении, что люди в скоплении дещают. Закономерность этого я так и не нашел. Без совести... Без совести... Без совести... Без совести... Без совести... Без совести... Без совести и непослушания. Вот два коня в колеснице, несущиеся в адскую пропасть. Может быть в этих ваших словах кроется ответ? Это не мои слова, а Ян Златоуст сказал. Без совета, без совета. А потом услышал совет и не послушался. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за поучительное наседание. Ласточкины птенцы открывают свои клювы и просят пропитание, а людям требуется воспитание. Ласточка учит своих деток летать, хвостиком рулить, а людей надо на протяжении всей жизни окормлять. Тех, кто бережет страх Божий. Сегодня я вернулся суток с работы. Погода располагает трудиться на улице и ждать ваших интересных материалов. До свидания. Одноклассники пишут... Это я оттуда собрал. Игнатий Тихонович Лапкин. Один из уникальных проповедников нашего столетия. Речь пойдет об одном очень известном человеке, внесшем огромный вклад для русской православной церкви. Это уникальный человек, православный миссионер-проповедник, имя которого Игнатий Тихонович Лапкин. Об интересных моментах его жизни можно рассказывать много и долго. Мы вкратце расскажем о нем и о его таланте. Игнатий Лапкин родился 10 июня 1939 года в поселке Потеряевка, в 150 километрах от Барнаула. Большой семье из 12 детей, выжившими, остались только 10. Будучи еще маленьким, верил, что есть ад и рай. И только в возрасте 23 лет, 27 сентября 1962 года, по-настоящему, уверовал во Христа. И с этого момента вся его жизнь колыкнулась. Он полностью отдал себя служению Христу и уже почти 40 лет исследует Слово Божие. Всем свидетельствует о такой радости, что Христос умер за каждого из нас. Пролил свою святую кровь на Голговском кресте и этим дал возможность всем людям на земной планете попасть в рай. Игнатий Лапкин имеет специальность техника. Служил в армии, затем службу продолжил в военно-морском флоте матросам. В совершенстве он знает 4 языка. Английский, немецкий, латышский, латвийский. Был много раз репрессирован за свои взгляды. Арестовывалась и изымалась вся религиозная литература. После чего к нему пришла идея записывать свои религиозные тексты на аудиокассетах. На данный момент на его сайте можно скачать 9 диски с значительной Библией, 12 томов златоуста, 12 книг, жития святых и многое другое. Он издал 33 тома, открытым оком, к истинному православию и так далее. В городе Барнауле возглавляет крестовозлиженскую общину. На родине Потеряевки открыл лагерь Стан, куда дети приезжают на лето из разных стран. Практически все его братья и сестры живут в России. Некоторые живут в Кыргызстане, где находится озеро Иссык-Куль, шемчужина и гордой страны. Сам он молится о том, чтобы все люди знали Библию и верили во Христа. Так Игнатий Лапкин уже давно на том свете. Кому-то права-то перешли. Это кто-то переписывается. Да вы че, первый раз слышу. Специально несколько дней назад заходил на их сайт, ничего не обнаружил. Хотя цель была, жив или нет. Сергей. Вот сайт его работает, ничего про смерть не сообщается. Дальше. Оказывается и правда, Игнатий, живее всех живых. Приношу извинения за неумышленную ложь. Был сам веден в заблуждение. Сергей. Бывает и не такое, что полезного в этом заблуждении. То это наша национальная черта. При жизни хаять. А когда умрет, то корить себя, что вот были невнимательны и несправедливы. Так и сейчас, когда услышал, что нет живых, подумал. Вот такой-сякой я не успел при жизни. А как узнал, что живой, ну вот вроде иди, ты же минуту каялся. Что при жизни не успел. Вот он живой, иди. Но тут возвращается первостепенное чувство. Ах он какой-сякой. Очевидно, будем ждать очередного известия о смерти. Это я общее. Не имею в виду лично Игнатия Тихоновича. Еще немножко, сейчас закончим. Олег Фактор. Моя Ирочка с сыном Колей, у него болезнь Дауна. Государство Израиль платит ему пенсию. И нам по уходу за ним достаточно хорошо. Это в Израиле. Игла. Выкрыл два фото, показал, да. Я вовсе даже не люблю путешествовать. Но много ездил, как благовестник. И выступал в других республиках. И в Америке много. Из ваших фото более всего мне полюбилось так, где мальчик в коляске. Болезнь Дауна, он мне ближе всего оказался. Я очень люблю таких, они близки к Господу. А остальное это для любителей. У меня, возможно, бесплатная поездка каждый год в любой конец страны. Как жертвы политрепрессии. Но еще ни разу этим не воспользовался. Сижу на одном месте и других отговариваю. Не ездить. У меня время буквально спрессовано. И если я где-то что-то показал на фото, то там везде мой огромный труд. Раба. Как на галерах. Но раба счастливого, свободного во Христе. Благодарю за фото. При личной встрече мог бы дать лицензию на каждое фото. Во свете Библии. И особенно про крещение и хлебопреломление. А так зачем могу огорчать вас? Празднули шатающихся по свету и лечащих Господа. Мир на Израиле. Мира вам во всем. Светлана Мещишина. Спасибо. Конечно это я. У меня много фоток. И все были на всеочем обозрении. Потом малыш стал сильно болеть. Да и я вычихаться не могла. Так добрые люди рекомендовали закрыть фото или удалить. Удалить я не могу. У меня больше не оказалось таких фото. Но я закрыла просто для просмотра. И все. Мальчик перестал болеть. Да и я тоже. А некоторые христиане обвинили меня за то, что у меня порнофото. Игла. Что говорят, может и следует прислушаться. Меня всегда тревожит, когда одета женщина по мужской одежде. В брюки или грудь голая. Ноги. Мне близки по скромности одеяния мусульманки. Мир всем. Владимир Еремеев. Да, мы все нуждаемся во Христе Иисусе. Как не познавшие, как и познавшие. Да, бывает у меня иногда язык соленым. И это моя беда. И большая. Спасибо вам, бразобратское обличение. Храни вас Бог. Аминь. Надежда. Тихонович. Да вы красавец. Молитвенник. Живая легенда. Читай ваши труды всегда с огромным удовольствием. Читал ваши записки из мертвого дома. Более честно и правдиво еще никто не писал. Храни вас Бог. Игла. Заходите поскорее на наш сайт и форум. Иначе я не успею вам ничего дать. Там все склады и полки со всем, что нужно для жизни вечным. Не умедлите. Если бы вы были у меня в друзьях... Ну дальше это я про своего пишу. Кто это? Юрий Резвицкий. Это из баптистов пишет где-то. Немножко протяну и все. Мне в церкви нет спасения, я ему отвечаю. Это большой материал. Вот оно. Это первая страница и только. Игла. Ну и дальше что? Кто это говорит? Часть почты в моем мире. Вот вверху. Фотографы были Безруков Павел Федорович, Каспришин Андрей Николаевич, заслуженный деятель искусств, получил орден от Путина Владимира Владимировича за фоторепортажи от Алтайской правды. Реа Новости. Валабыв Александр Павлович от администрации края снимает у нас 22 года. Лауреат многих отечественных и зарубежных конкурсов. Получал не раз гран-при за заповедник Веры и за Потеряевку. И проще зарядить в гугл про каждого и получить более полную информацию. Вот нам приезжают, видите, как пояски надевают, все, и вопросов никаких нет. Если они у нас будут в храме, обязательно будут застегнуты. На это просто отграфировались. Никогда, сколько лет ездят, уже лет 25, и ни разу не нарушили нигде. Вот одна страница. Все на сегодня. Никита, благодарю. Ко всем обращаюсь. Давайте замечания какие, только через наш форум. Или через скайп. А через скайп, сами войдите, попроситесь. Я спрошу всегда, зачем? И вы ответьте, зачем хотите что-то где-то узнать. Мне это удобнее. А сидеть, печатать? Я много лет печатал на машинке Украина. А вот этот, тут ближе, я пальцами хватает. Две этих клавиши, выбирать нужную для меня очень трудно. Вот и все на этом. Слава Христу!